Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И продолжаем читать и объяснять, пытаться вникнуть в смысл Святого Евангелия. У нас сегодня 14 глава Евангелия от Матфея. Итак, читаем. «В то время Ирод-четвертовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». То есть, вот так вот неожиданно мы сразу встречаем известие о том, что святой Иоанн Креститель уже мертв, что он мученически покинул земной мир, и Ирод-четвертовластник, он трепещет на самом деле. Вот это такая черта грехолюбивых людей, которые поначалу думают, что они хозяева земной жизни, что они могут распоряжаться чужой жизнью, но как только они совершают какой-то грех, у них внутри что-то рушится. Порушив вовне, они рушат внутри себя, переживают, и они находят себе места, и становятся пугливыми. Вот какой удивительный. То есть, Ирод вроде бы он царь, он имеет там подчиненных, и при этом он боится. Надо что еще упомянуть, что это, конечно, имеется в виду Ирод Антипа, один из сыновей Ирода Первого, того самого, который сбил вифлеемских младенцев. И вот он, испугавшись, он думает, что Иисус Христос – это воскресший Иоанн Креститель. А почему так? Ну, видимо, совесть Ирода изобличала. И он знал, что святой Иоанн Претеча – великий пред Богом человек, а раз так, значит, он не забыт у Бога, и Бог может вернуть его к телесной жизни. И как только к нему приходят какие-то сведения, что появился некий учитель, который проповедует, смело, также бесстрашно проповедует, совершает чудеса, то он тут же вот подумал. Это вот такая психологическая особенность, такой наболевшей проблемы, что вот он переживал о своем преступлении, и как только услышал о Иисусе Христе, который вершит чудеса, тут же вот это вот изнутри у него прорывается его страх, а вдруг это и есть Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых, и теперь самому Ироду, Ироду Антипе, ему не избежать наказания. И вот дальше поясняется, «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее». И вот это вот, братья и сестры, тоже такая интересная и очень поучительная вещь, то, что святой Иоанн Креститель изобличает царя вот в отношении его не очень порядочной жизни и в отношении его прелюбодействия, так скажем. А Ирод Антипа, если вот мы возьмем древние исторические сведения, в частности то, что писал Иосиф Лавий в своих иудейских древностях, то там как сообщают, что Ирод Антипу, он был жене на дочери арабского царя Ареты. Там была такая одна маленькая страна, арабская Петра называлась, да, и ее царь Арета, ну, цари заключали такие вот династические браки, как мы понимаем, для того, чтобы выстраивать отношения. И вот дочь этого царя Ареты, она была отдана замуж за Ирода Антипу, но в итоге, значит, вместо вот этих закреплений получилось наоборот, только ухудшилось отношение. Почему? Потому что, Ирод Антипа, он, когда повстречал, значит, жену своего брата Филиппа, Иродиаду, то соблазнился ею, и для того, чтобы достичь плодов своего греховного пожелания, он начинает ломать на своем пути все. Это закон такого грехолюбивого стремления вперед, что у человека встречается, значит, препятственно на пути к совершению греха, он начинает все ломать, потому что потерял голову, и в этом безумии, в конечном итоге совершает грех и губит самого себя. Так вот, он отсылает дочь царя Ареты из своего дворца, и есть сведения, что он ее там в какую-то крепость отослал, и вступает в брак с женой Филиппа, брата своего. И это было, конечно же, прегрешение. А пророческое служение, оно и заключается в том, что пророк прямо и бесстрашно излагает волю Божию, и прямо и бесстрашно говорит о том, чему нужно следовать и чего стоит избегать. Поэтому пророки, они никогда не боялись изобличать правителей. И вот Иоанн Претечи, он открыто изобличает царя. И тут ведь, братья и сестры, еще в чем дело? В том, что грех правителя, он становится примером и образцом для греха подчиненных. То есть, то, как живет правитель, имеет огромное значение. Жизнь правителя, она может быть или образцом добродетели, или образцом греха. И люди начинают невольно перенимать то, что вот проповедует в своей жизни, стоящей над всем обществом, то есть правитель. Поэтому святой Иоанн Претеча считал необходимым изобличать царя в этом случае, что он и сделал. Ну, а Ирод, поскольку слишком подчинен был своей плотской страсти, он решил просто спрятать святого Иоанна Претеча в темницу. И это была крепость Махерунд, которая находилась недалеко от Мертвого моря. Да, и вот Евангелие, значит, пишет, что потому что Иоанн говорил, не должно тебе иметь ее. И вот Ирод, читаем мы, хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Вообще, святой Иоанн Креститель, он был такой достаточно строгий обличитель, но при этом люди его любили. Вот за эту правду, за это его строгое, честное слово, его уважали люди, и при этом сам святой Иоанн Претеча был безупречной жизнью. А Ирод Антипа, видно, что он такой вот неустойчивый человек, что он боится народа, знает, что народ почитает святого Иоанна Претеча. И даже в одном из Евангелий мы читаем, что сам Ирод Антипа, он с уважением относился к Иоанну Крестителю и даже приглашал его, чтобы послушать. Но, видимо, Ирод Антипа больше хотел послушать святого Иоанна Претеча, чтобы просто потешить себя чем-то новым, необычным, тогда как заповеди Божии не очень его интересовали. И вот, значит, эта ситуация длилась какое-то время, а затем наступает следующее. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Родиада плясала перед собранием и угодила Ироду. Вот Евангелист, он описывает буквально то, что происходит, такое, значит, пьяное веселье. И сам Ирод, он тоже упивается вином. И посреди вот этого веселья выскакивает дочь Родиады. Ну, собственно, из предания, да и у Иосифа Флавия мы узнаем ее имя, это Соломея. Его, значит, она приятна для взора царя Ирода. И посему он, склятвою, обещал ей дать, чего она не попросит. Вот настолько она ему угодила, что он говорит, ну, проси там хоть чего, хоть там до полцарства. Понятно, что царь не дал бы ей полцарства, но он думал, что она попросит какой-нибудь там драгоценности, там золотое ожерелье, какие-то украшения, там еще чего-то. Да, и готов был все это выполнить. Потому что, конечно, каждый проситель должен, значит, свое прошение предлагать в соответствии со своим скромным статусом. Да, а Соломея, она не знала, чего просить, и она же по наущению матери своей, то есть она пошла к своей маме Иродиаде, а та-то ненавидит Иоанну Претечью. Значит, вот она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. Вот разворачивается вот эта достаточно такая трагичная, драматичная сцена, когда и опьянение вот этого царя, то есть никогда нельзя правителю терять свою голову. И вот это вот веселье, которое приводит к трагичным последствиям, и клятвы бездумные, которыми раскидываются люди. То есть Иродантипа, он боялся потерять свое лицо, хотя, если подумать, он уже потерял свое подлинное лицо, потому что весь погряз в этих жутких плотских страстях. И вот, значит, он повелел дать ей «И послал отец Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». То есть ученики Иоанна Претечи возвещают Спасителя о том, что случилось. Это мученическая смерть, конечно же, мученическое исповедание святого Иоанна Претечи, который, значит, возвещал о Христе как об агнце Божьем, который возьмет на себя грех мира, да, то есть он предвещал в каком-то смысле жертвенное заколение Господа Иисуса Христа, но и при этом сам тоже, значит, свое пророческое свидетельство, служение свое, он заканчивает мученическим исповеданием. Хотя вот за этими событиями стояли простые человеческие страсти. И, конечно, мы знаем, что была особая судьба и у главы его, и трижды было обретение святой главы святого Иоанна Претечи, да, но мы также знаем, что святой Иоанн, когда в иконостасе вот изображается, то по правую руку от Спасителя Господь Иисус Христос, а по левой руке всегда изображается святой Иоанн Претечи, как самый ближайший к нему, как тот, кто сподобился прикоснуться главы Господа во время его крещения. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Конечно, здесь подробно не описывается, но вот что мы видим? Когда Спаситель получает вот это известие, Он удаляется на лодке в пустынное место один. Он всегда удалялся в пустынное место для того, чтобы пребывать в молитве, чтобы там находить отдохновение своей душе. И, конечно, вот тайна жизни души Спасителя, она нам непонятна. А почему так? Потому что Христос – это не просто человек, а это Бога-человек. Это Бог, ставший человек, и воспринявший душу и тело, конечно же, и душевные чувства там все присутствовали. И, видимо, вот чисто по-человечески, он, конечно же, переживал о кончине святого Иоанна Претечи. И вот не случайно сказано, что услышав эту весть, он удаляется в пустынное место. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. То есть люди все равно шли за Христом Спасителем, пытались отыскать его, куда бы он ни пришел, и подчас не давали ему времени даже для отдыха. «И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Вот что интересно, да, что когда мы, уставшие, куда-то удаляемся, и нас тревожит, мы иногда выходим из себя, раздражаемся, нервничаем, а Спаситель, увидев людей, сжалился над ними и даже стал исцелять больных их. Это как вот призабильная чаша, которая преизливается, и вот так милосердие Божие, оно преизливается через край и нисходит на жаждущие души. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Тут действительно надо понимать, что те, кто был в Святой Земле, знают, что там бывают совершенно такие пустынные места, где даже невозможно собрать себе что-то для пропитания. А так как час был поздний, то, значит, действительно, людям же надо было подкрепить свои силы. А люди, ну, немножко непредусмотрительные оказались. Они не взяли с собой совершенно пищи, но, может быть, в этой детской наивности проявлялось просто горячее их стремление быть рядом со Христом, что вот когда они узнали, где Спаситель, они тут же туда побежали и слушали, слушали, а кто-то исцелялся, да, то есть подходили к Господу со своими вопросами, приносили своих немощных, страждущих, Господь их исцелял и тоже проповедовал. А время-то шло, и по-человечески надо было подкрепить свои силы. И вот получается, что, значит, да, есть-то совершенно нечего. И вот ученики на это обратили внимание, говорят Спасителю, но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. И вот это интересно тоже, почему так Спаситель говорит? Ведь, значит, он же знал, что люди испытывают голод, а Спаситель говорит так, что поскольку все это вот собрание, оно вокруг вот нас, да, то мы и должны позаботиться о обеспечении этих людей. И кроме того, Спаситель еще чему учит своих учеников, что вот если вы посвятили себя Богу, да, и слушаете людям, то вы должны всецело уповать на Бога, что Господь, Он никогда не оставит людей ни в какой нужде. Вот как, и знаем мы, в ветхозаветные времена, когда нужно, Бог подавал с небес манну, чтобы напитать людей, да, чудесной вот этой пищей. И, значит, и у пророка Ильи были тоже эти чудеса, когда его самого кормил ворон, потом он приходил, пришел в Сарепту Сидонскую, и там питал вдову с ее сыном. Это пример всего, это пример полного доверия Богу. Когда ты уповаешь на Бога, то Господь подаст тебе. А апостолы, они ведь как служители Божие уже выступают, как пастыри овец Христовых. И вот когда вот эти овечки, то и должны были позаботиться именно пастыри. Поэтому, говорит Спаситель, вы дайте им есть. То есть, где же ваша вера, где ваше доверие Богу. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. То есть, очень мало, и то, что в принципе недостаточно, ну, вообще никак это для насыщения стольких людей. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возвлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возврел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Вот как просто описывает все это, значит, евангелист Матфей и дальше сразу говорит, и ели все, и насытились. То есть, Матфей, он не пытается, да и другие евангелисты, которые повествуют об этом чуде, они не пытаются, как бы, вскрыть внутренний механизм этого чуда. То есть, вот были пять хлебов, ну, пять хлебов, это пять лепешечек на самом деле. Ну, и мы можем представить, как это происходило. Спаситель вот отламывает лепешку, дает, значит, да, потом опять отламывает, дает, и оказывается, что у него в руке по-прежнему целая лепешка, вот он отламывает, дает, дает, отламывает их, отламывает, да, а может быть, и по-другому это было, что они как лежали, вот, допустим, у него где-то, да, может, на какой-то материи, там, или в сумочке какой-то вот эти пять хлебов, и он их раздает, вот не отламывает, да, то есть он раздает, вот они не прекращают, все эти пять хлебов не прекращаются, и он их дает, 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 а они не уменьшаются, ну, и также, соответственно, и рыбу, и понятно, что здесь действует божественная сила самого Христа, он творец мира, он сотворил все, значит, и природу нашу, да, и небо, и землю, и то, что произращает земля, это все его божественный дар, и поэтому, когда нужно, он может умножить хлеба и рыбу, и ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей, то есть тут даже, вот, евангелист, он пишет, как много было людей, как много было людей, и сколько, значит, всего лишь, вот, да, было, ну, есть свои, на самом деле, расчеты, например, из армейской жизни, что вот, скажем, на тысячу солдат в сутки понадобится тонна еды, конечно, там предполагается трехразовое, как бы, питание, вот по 350, допустим, грамм там, и получается, что действительно на тысячу человек вот в день, да, это целая тонна еды уходит, но это чисто вот такие армейские военные расчеты, а тут все равно, да, тут, значит, 5000, да плюс еще женщины, детей, а их, может быть, еще было больше, то есть получится, может быть, их вообще там 15 тысяч человек, просто расчеты шли по мужскому полу, по традиции еще ветхозаветной, да, и вот представьте, что это, ну, действительно, просто там какие-то вот нужны были сотни килограммов, а может быть, даже и целая тонна еды, и люди, люди напитались этим хлебом, этой рыбы, и осталось еще и 12 коробов, оставшихся кусков полных, поясним, что это были за короба, на самом деле, это были такие заплечные ранцы, такие как деревянные, действительно, короба, которые носили у себя за плечами, пожитки всякие, и у апостола, видимо, были такие вот эти заплечные, как бы, короба, ранцы, да, и вот их остатков именно 12 коробов, в этом был определенный смысл, то есть, Господь это тоже устроил не случайно, чтобы после этого чуда, вот, каждый апостол нес на себе остатки, вот эту тяжесть, и вспоминал, какое великое чудо произошло, потому что из нашего сознания очень быстро выветриваются божественные чудеса, те вот милости Божьи, которые Господь устраивает в нашей жизни, проходит какое-то время, мы быстро это забываем, и чтобы они не забыли так легко, вот пусть они несут на себе эти 12 коробов, то есть, каждый из апостолов несет короб, и вспоминает о том чуде, которое Господь совершил, и о том, что Богу все возможно, вот если ты доверишься до конца, то Господь все устроит, но кроме того, у этого был, конечно, и другой смысл, что спаситель не собирался каждый раз совершать вот такое чудо, мы все-таки живем в мире поврежденным грехом, где нам нужно спасаться через несение скорбей, через терпение случающихся невзгод, несчастных случаев там и так далее, и если вот постоянно чудеса будут совершаться, то мы просто расслабимся, и там возгордимся, возмечтаем что-то о себе, а человеку все время надо быть в тонусе, поэтому спаситель вот говорит им, чтобы они все-таки собрали эти куски, и дальше уже не чудесным образом, а питались остатками этих хлебов и этой рыбы, и это то, что служило дальше в пищу самим апостолам. Ну и кроме того, это научило учеников бережливости в отношении еды, нельзя к еде относиться пренебрежительно, нельзя разбрасываться оставшимися кусками, потому что пища – это тоже божественный дар, и пища должна освящаться молитвой, и поэтому относиться к еде нужно с благоговением. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». То есть нужно же было отправляться, спаситель вперед отправляет своих учеников, чтобы люди, собравшись, видели, что им пора уходить, надо идти дальше с проповедью. Но в конце спаситель хочет еще напутствовать некими наставлениями людей, и вот он остается с народом. Какое-то время он там был, и отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. Все-таки нужно было какое-то время ему побыть в уединении, для этого он поднимается на гору, чтобы уже хотя бы там его никто не нашел, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Мы понимаем, что речь идет про Генесарецкое или Галилейское озеро, его еще иногда называют морем галилейским, и там погода, она в течение дня очень переменчива. Там может быть и полный штиль, а потом могут подниматься волны, которые даже могут захлестывать эти лодочки. И вот, значит, ученики там, а Спаситель молится на горе. И при этом ученики, поскольку вот эти волны, ветер противный, им невольно может закрасться мысль, что Спаситель как будто забыл про них. И сказано даже в четвертую же стражу ночи, и тут мы поясним, что как день делился на четыре части в традиции того времени, так же и ночь на четыре части. Почему сказано в страже? Потому что, ну, по три часа, скажем так, да, с момента, когда уже солнце заходило, формально это уже наступало, называлось уже ночь, хотя это мог быть еще только вечер. И вот каждые три часа стражники сменяли друг друга на посту, ну, где-нибудь там в городе, в башне. Это пошло еще и с римской традицией, но и на востоке, и в Греции тоже было. И, соответственно, по сменам вот этой стражи, каждые три часа называлось там первая, вторая, третья, четвертая стража ночи. Они там еще и другие названия были, но могли так вот именно, как там первая, там четвертая стража ночи. Так вот четвертая – это уже под утро на самом деле. Четвертая стража ночи – это уже фактически утренние часы рассвета. Получается, что Спаситель, отпустив народ поздно вечером, зашел на гору, молился всю ночь, и когда рассвело, он уже, считаем, в четвертую же стражу ночи, пошел к ним Иисус, идя по морю. А почему? Потому что ведь ученики, они там, посреди моря, и волны бьют, и как к ним попасть? Ну вот Спаситель пошел по волнам, потому что он Бог, а не только человек. И в этом проявляется его божественная сила. Хотя, впрочем, вот как святые отцы толкуют, допустим, жизнь первозданного Адама, что Адам был поставлен в начале тоже обожжение, такого пути духовного совершенствования, и Адаму покорялись все стихии. Он не мог утонуть в воде, он не мог разбиться, упав, так сказать, со скалы, ему не мог причинить вреда огонь или какая-то ядовитая змея. Естество Адама было одухотворенным и ближе к ангельскому естеству. И вот к этому тоже призывается каждый человек вот на пути своей духовной жизни, конечно, не к тому, чтобы мы учились там ходить по воде, а чтобы мы учились быть с Господом Богом. И когда естество человеческое освящается, то оно может преодолевать и некоторые физические какие-то препятствия, то, что казалось вообще непреодолимым. Одна женщина, она рассказывала, как она как-то... Ну, она еще только вот выцерковлялась, хотя там сколько-то уже прошло времени, когда она выцерковилась, и она жила активной духовной жизнью, посещала монастырь, и потом в один из церковных праздников, вот она, значит, помолившись, причастилась, возвращается домой и стала готовить еду вместе там с дочкой. А у них, значит, там подпол, где открывается, значит, в полу вот эта дверца для подпола. Ну, и она открыла там, что-то доставала оттуда, какие-то там банки с оленями или еще чего-то. И продолжает свои труды, вот берет там противень, чтобы поставить в плиту там или куда, или там в печь для приготовления. И забыла, что она, значит, вот этот подпол открыла и пошла. А в этот день она причастилась и молилась, у нее такое вдохновение. И вдруг она слышит, как дочь ее вскрикивает, мама, а она не понимает, то есть она шагает, значит, и дальше прошла. И потом оборачивается, оказывается, она ногой наступила вот прямо на эту пустоту. Нога ее так же, как на какую-то прочную основу оперлась, она пошла дальше, и она не упала в этот день. То есть, когда нужно, Господь может уберечь человека, да, но это очень и очень редко. То есть, это может быть, как некое знамение дается очень изредка людям, но говорит о чем? О том, что когда человек пребывает с Богом, то Господь может уберечь его от любой беды, и если нужно, то человек и по водам пройдет. И вот, значит, Спаситель шел к ученикам по воде, и ученики, а как они отреагировали? И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились. Потому что увидели, что идет он, значит, по воде, это очень необычно, и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Вот тут интересно описываются эти этапы. Вначале тревога, такое первое тревожное чувство, потом они начинают сами себе дальше фантазировать. Вот мнительность человеческая, она способна очень много накрутить. Да это же призрак, да? И от страха вскричали. И вот такова природа человеческих страхов, фобий, каких-то вот этих переживаний излишних, что человек начинает накручивать то, чего нет. Он начинает придумывать. И ученики, видя самого родного для них, Спаситель был для них самый родной и близкий, они до того, значит, этим страхом были побеждены, что по мнительности своей подумали, что это вообще какое-то привидение, и даже вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. То есть вот эти страхи, да, они приводили к этим фантазиям ненужным, и Спаситель их успокаивает своим словом. Это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. И вот тут, конечно, проявляется сразу характер Петра, такой горячий, порывистый. Он, конечно, верует во Христа Спасителя, но он такой импульсивный, хочет как бы вперед, вот скорее проявить свое усердие и говорит, раз, Господи, это вот Ты идешь, это действительно Ты, то повели и мне прийти к Тебе, чтобы я вот тоже шел по воде. Петр, он как бы проникается, да, и вот этим чудом, с одной стороны, и хочет действительно свою горячую веру и горячую встречу, чтобы горячая встреча была со Христом. Он же, то есть Спаситель, сказал, иди, и выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. То есть он идет, да, но, видя сильный ветер, то есть волнение-то оно не прекратилось, волны вздымаются, и получается, что Петр идет по волнам, а волны по ним ходуном ходят. И, соответственно, он как бы то вверх, то вниз, и когда он переключился своим вниманием на проявление вот этих природных процессов водных, да, волнения вот это, вздымающиеся вот эти волны, то он своим внутренним вниманием как бы отсоединился от Христа Спасителя, и вера его рушится, связь его, молитвенный связь с Господом прерывается. И вот, видя сильный ветер, испугался, и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Ну, конечно, надо сказать, что положение Петра, оно было в обоих случаях выигрышным, да, он попросился пойти по водам, и Господь говорит, ну, пожалуйста, да, вот иди. Тут он стал, значит, утопать, но и здесь Спаситель запросто его вытягивает, спасает, и после этого вообще, значит, ветер утихает. Получается, что у Господа не бывает безвыходных ситуаций. Вот просит человек что-то себе, Господь подает, вот, а если это вдруг не по силам этому человеку, и он впадает в отчаяние, Господь все равно вытащит тебя из этой пропасти. Ты, главное, сам, значит, не ныряй там в эти глубины, ничего с собой плохого не делай, а доверься Господу, обращайся, вот как Петр кричал, да, Господи, спаси меня, спаси, я утопаю, и Спаситель тут же его вытаскивает из этой воды. То есть не бывает безвыходных ситуаций. Все варианты, которые от Господа, они все спасительны. И тут же, значит, утихает этот ветер. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты сын Божий. То есть некое прозрение, это происходило учеников, потому что действительно проявилась божественная сила и божественная власть Иисуса Христа. Вот, братья и сестры, посмотрите, только Спаситель сюда прибыл, и опять его узнают местные жители. Видимо, весть о Господе настолько распространялось, что его, наверное, не могли уже не узнать, хотя никаких там, значит, средств интернета не было, чтобы увидели фотографию там или портрет, а просто уже как-то само собой открывалось. И лик Христа, он производил особые действия на людей, которые взирали на него. И тут же Спаситель опять, значит, исцеляет больных, сказано, которые прикасались к его одежде, одежде, те исцелялись, потому что рядом со Христом освещается все, и самые одежды его становились исполнены благодати Святого Духа. Но и со стороны, конечно, вот этих страждущих было нужно некое внутреннее движение. Вот не зря тут сказано, и те, которые прикасались к нему, исцелялись. То есть нужно было некое внутреннее движение, и не только телесно прикоснуться ко Христу, но и своим сердечным, молитвенным обращением тоже следовало им прикоснуться к спасительной силе Христа. Вот, братья и сестры, на этом у нас завершается 14 глава, в которой, конечно, и трагичное событие было, мученическая кончина святого Иоанна Претечи, но в то же время и нечто такое ободряющее нас, это и хождение Господа по водам, и спасение утопающего Петра, и исцеление людей от одного прикосновения к его спасительной одежде. На этом, братья и сестры, мы завершаем, и с Божьей помощью в следующий раз продолжим чтение Евангелия от Матфея. Храни вас Господь!